Кирилл, как вы пришли в триатлон? Что вас подвинуло заняться этим непростым видом спорта? Я занимался плаванием около 10 лет до триатлона. Потом пришел тренер, который сейчас тоже тренирует олимпийцев и позвал меня на соревнования. Я выступил успешно на соревнованиях. Решил, что это мне подходит и мне интересно. Особенно там был велосипед, бег, два новых вида. Меня это очень вдохновило на новые подвиги, чтобы выигрывать. Существуют безумно красивые сайты, посвященные триатлону, великолепные фотографии. Создается впечатление, что за всем этим стоит целая индустрия. Медийная индустрия, индустрия спортивной моды. Почему такая сумасшедшая популярность у этого достаточно молодого вида спорта? Я считаю, что люди занимаются им, потому что он очень гармонично развивает. Если одним плаванием заниматься, или велосипедом, или бегом, то ты по одному развиваешься, немножко однобоко. А людям нравится, если ты не можешь бегать, то есть травма, ты можешь кататься и плавать. Не можешь кататься, можешь бегать, плавать. То есть можно менять очень много. Интересный вид. В основном все соревнования проходят в городах-курортах. И людям это нравится. На сборы они выезжают. Люди ставят цели, проходят соревнования. Есть Ironman, очень интересное соревнование. Я тоже планирую его выступить в дальнейшем. Люди ставят цели, тренируются и выступают. Вы как-нибудь настраиваете себя перед соревнованиями? Используете психотренинг какой-нибудь? Или вы изначально достаточно дисциплинированный человек? Я изначально дисциплинированный, я готовлюсь соревнованиями. Я знаю, какие у меня соревнования. Я пишу каждый раз, каждый год себе планы. То есть какие я буду места занимать и планирую. И психологически тоже настраиваюсь. То есть я делаю все максимально для достижения результата. Действительно ли триатлон очень жесткий вид спорта? Ну просто, ну триатлон очень интеллектуальный вид спорта. Там ребята все умные. И на уровне юниоров, юношей, там есть такой эффект, что все очень жестко ведут борьбу. А когда уже вырастают все мужчины, то есть все уже адекватно нам наиболее. То есть такого уже нет. Там все понимают, кто что может. И выше головы, как говорится, никто не хочет прыгнуть. Осталось ли что-то важное за рамками нашей беседы? Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Я хочу сказать, чтобы кому нравится триатлон, приходили, занимались. Сейчас очень много для этого сделано. То есть есть и велотрек, и бассейны, и станки. Можно заниматься дома, можно заниматься на улице, ездить на сборы. Этот спорт нужно развивать, он очень интересный. В России он очень развивается. То есть на московском триатлоне сейчас участвовало около 600 человек. В том позапрошлом году было около 200. То есть люди занимаются. Можно создать детскую и юношескую школу в ЦСКА. Это очень будет перспективное начало. Потому что триатлон здесь очень развит. Здесь много медалей завоевывается на всяких. На Европе, на мире, на Олимпийских играх. Это один из самых медалей емких видов на военных стартах. Мы уже доказали. Я вот уже 8-10 лет выступаю за армию. Мы очень много выступили. Хорошо это на чемпионатах мира, Европы. Практически всегда в призах. Мы за Россию. Выступаем очень достойно. Я считаю, что ЦСКА может нам помочь воспитывать своих воспитывников. И также дальше выигрывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!